Hello dear friends! Меня зовут Александра Дар и я специализируюсь на подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. В этом видео я хочу рассказать вам все, что касается экзамена ОГЭ по английскому языку в 2025 году. Как экзамен проводится, из чего он состоит, какие задания туда входят, как их выполнять, ну и, конечно же, как подготовиться к экзамену, чтобы сдать его на высший балл. So, let's get started! Итак, сначала про организационный момент. Есть два варианта проведения экзамена. Первый вариант, он встречается в Москве и в некоторых городах Московской области, это вариант проведения экзамена полностью на компьютере. В этом случае экзамен проводится в один день и ученик, сдающий экзамен, может выбрать сам, с какой части экзамена ему начать, с устной или с письменной. Здесь никакой разницы нет. И второй вариант, это традиционный, это экзамен проводится на бланках. Обычно он идет в два дня. Сначала письменная, потом устная или наоборот. Вот здесь устная часть также проводится на компьютерной, в специальной компьютерной программе. Других вариантов нет, а письменная часть проводится на бланках, как обычно. Что касается баллов за экзамен, максимальный балл за ОГЭ это 68 баллов. У нас получается, что экзамен состоит из пяти разделов. Первый раздел аудирования, 15 баллов, 4, 5, 6 баллов за каждое задание из трех. Следующий раздел чтения, в нем два задания, 6 баллов, 7 баллов, 13 в сумме. Лексика и грамматика, за грамматику 9 баллов за словообразование, 6 итого в сумме 15. Письменная часть написания имейла оценивается в 10 баллов. И устная часть, то также три задания, общий балл 15. Что касается именно перевода баллов в оценку, то у нас получается, что если 68-58 баллов, то это пятерка. 57-46 баллов это четверка. 45-28 баллов это тройка. И если набирают меньше 28 баллов, то это 2 или экзамен не сдан. Ему нужно будет идти на пересдачу. Вот такая разболовка. Но скажу вам сразу по статистике, что все-таки 60% у нас сдают экзамен на пятерку, потому что он несложный. Для его выполнения вам нужно обладать уровнем английского А2 или А2 плюс в некоторых заданиях, но не выше. Уже на монтаже я поняла, что забыла сказать про длительность экзаменов в целом. Самое главное. Смотрите, экзамен письменной части длится 2 часа. То есть по идее у нас раздел аудирования 30 минут, раздел чтения 30 минут, лексика и грамматика 30 минут и письмо 30 минут. Но как мы будем распределять время зависит от нас. Аудирование понятно, мы делаем строго определенное время, сколько играет запись. А вот остальные разделы мы можем сами варьировать. Что касается устной части, то она тоже, ее длительность задана компьютерной программой и составляет где-то 15 минут. Утого 2 часа 15 минут это длительность всего экзамена. Давайте начнем знакомиться с непосредственно содержанием экзамена. Я для демонстрации использую новую демоверсию 2025 года. Видите, на ней написано проект. Что это такое? Разработчик экзамена публикует демоверсию сначала с надписью проект, затем идут какие-то общественные слушания. Но, как правило, ничего не меняют. И где-то в ноябре вот эту демоверсию утверждают, и она уже у нас остается 100% на этот год. Поэтому мы вполне ей можем пользоваться, и изменений у нас никаких не будет. К тому же ОГЭ экзамен меняли совершенно недавно. Сейчас мы имеем его новую версию, которую пока радикально менять точно не будут. Итак, если мы говорим про экзамен традиционный, то здесь он начинается с аудирования. На компьютере можно выбрать любую часть, которую вы хотите начать первой. Но лучше идти по порядку, как это дано в демоверсии. Из чего у нас состоит аудирня? Первое задание на аудирне нам дается 4 коротких текста. Это могут быть какие-то монологи, либо диалоги. И в них нам нужно понять главную информацию и выбрать один из трех вариантов ответов. Давайте подробнее познакомимся с первым заданием на аудирне, с тем, как его выполнять. Но первый совет, не надо находить ответ сразу по тому слову, которое вы слышите о аудиозаписи. Дело в том, что в ответе у нас три опции. И все эти опции, они встречаются именно в самом диалоге, в самой записи. Например, завтра Том собирается по магазинам пройтись, смотрит фильм или навещает бабушку с дедушкой. И вот здесь, смотрите, мама говорит, какие-то планы у тебя, Том? Нет, а зачем ты спрашиваешь? Нам нужно посетить бабушку с дедушкой на выходных. Да, но завтра только вторник. То есть, вот мы услышали бабушку с дедушкой, нам хочется поставить. Нет, дальше он говорит, что это вторник. То есть, завтра что будет, делает Том. Но нам нужно купить подарки. И я не хочу их оставлять до последнего момента. Но я хотел посмотреть фильм. То есть, тоже встречается эта опция. Но обратите внимание, в каком контексте Том хотел его посмотреть. Но это не значит, что он будет его смотреть. Но он может подождать. It can wait. И вот он предлагает, да, мама спрашивает. Значит, что ты пойдешь со мной? Да, ты можешь на меня рассчитывать. Все. То есть, соответственно, мы делаем вывод, что завтра Том у нас идет в магазин. Хотя обратите внимание, что все эти две опции, они в текстах есть. Но просто с другим значением. Поэтому не спешите. Не надо выбирать опцию согласно первому услышанному слову. Слушайте внимательно, разбирайтесь. Каждое аудирование, то есть, первое задание, оно повторится вам два раза. Соответственно, если с первого раза не удалось все четыре варианта найти ответы, не расстраивайтесь. У вас будут шансы со второго раза вы обязательно услышите. Второе задание выглядит вот таким образом. То есть, у вас будет тоже как интервью. Пять человек будет высказываться на какую-то общую тему. И нужно будет подобрать к каждому говорящему рубрику. Всего у нас получается пять говорящих рубрик шесть. То есть, одна лишняя. Обратите внимание, все эти рубрики выглядят как какое-то описание. They. Кто they, пока непонятно. Будем слушать надписи. Стать карьерой. Слишком дорогие. Испортить оценку. Измениться со временем. Бесполезно. Приносят деньги. То есть, здесь описано какое-то явление с разных сторон. Как вы можете себе облегчить задачу выполнения. Посмотрите, какие у вас слова использованы. С положительным или отрицательным смыслом. Стать карьерой. Неплохо. Слишком дорого. Это минус. Испортить оценки. Это минус. Измениться со временем. Ну, нейтрально. Бесполезно. Минус. И могут принести деньги. Плюс. То есть, таким образом у нас получается, что два высказания строго положительные. Три высказания отрицательные. Одно нейтральное. То есть, вот такое разделение по смыслам, по эмоциональной окрашенности. Оно тоже поможет вам сделать правильный выбор. Давайте буквально на одном примере посмотрим, как это работает. Ну, во-первых, слушайте внимательно самое начало. Потому что здесь как раз будет тема. Вот мы читаем. Вернее, не читаем. Да, это мы читаем скрипт. Но мы слышим это в записи. Мы говорим про хобби. Окей. То есть, уже немножко мы понимаем, что тема это хобби. И рассказывает. Когда я был маленьким, я любила коллекционировать марки. Дальше. Сейчас мне нравится заниматься фотографией. Также я люблю спорт. Может быть, в будущем я попробую что-то еще. Мои родители говорят, что нормально менять хобби. И я с ними согласен. Ну, здесь у нас основной посыл то, что хобби могут меняться. И вот у нас четвертый вариант. Хобби могут меняться со временем. То есть, мы тоже отвечаем на это. Теперь переходим к заданию 3 на аудирование. Это считается сложным заданием. Почему? Потому что вам нужно будет не просто выбрать какие-то ответы, да, соединить рубрики. А именно вписать слово. И самое главное, что мы впишем одно слово без артикля. Если у нас какие-то числа, а здесь числа приходят в каждом задании. То есть, это либо возраст, либо какое-то количество, там, каких-то уроков, еще что-то. Мы его записываем буквами. Вот. То есть, нам дана такая табличка. Мы слушаем текст тоже два раза. Все тексты мы слушаем два раза. И отвечаем. Смотрим, что нам, какую информацию нам нужно услышать. Возраст, занятия, профессия, любимый школьный предмет, музыкальный инструмент и иностранный язык. Все. Теперь выхватываем это из аудиозаписи. Ну, вот у нас здесь человек, да, спрашивают студента какого-то. Вы больше не учите? Нет, мне 19. Я студент университета. То есть, у нас получается возраст 19, да. Мы пишем 19. Самое главное, еще раз, вот здесь написано в правилах, числа необходимо записывать буквами, да. То есть, просто слово 19 нельзя. Это будет ошибка. Следующее. Ну, вот у нас здесь и второе задание попало. Я, твоя профессия, это студент. Ну, не профессия, здесь занятие, конечно. Да, я студент, поэтому здесь мы запишем студент. Все. Все. Это все, что касается аудирования, да. Напоминаю, за него можно получить 15 баллов. Обычно неплохо ребята справляются с аудированием. Тем более, у вас будет возможность его отработать заранее, до экзамена, прорешать все варианты. Как это сделать, я расскажу чуть позже. Далее у нас идет задание на чтение. Вот первое задание на чтение выглядит таким образом. У нас есть вопросы. Семь вопросов, да. И шесть текстов коротеньких. То есть, нам нужно сопоставить вопрос с тем текстом, где на него дан ответ. Вот здесь вот эта важная информация. То есть, вы не просто должны соединить их, а вы должны найти конкретный ответ на вопрос. Давайте тоже все не будем делать. Возьмем вот два. В таком-то году американские колонии начали, сделали кофе своим национальным напитком вместо чая. Когда британцы попытались поднять налог на чай, американцы отказались покупать его, переключились на кофе. Когда они пили кофе, они демонстрировали свои политические взгляды и нелюбовь британцам, которые любят чай. То есть, здесь у нас про то, почему американцы отказались покупать и пить чай. Обратите внимание, здесь у нас есть слово refuse в тексте и слово refuse в вопросе. Но смысл у них совершенно разный. То есть, это небольшая такая ловушечка для вас. Почему некоторые люди отказываются пить кофе? Да нет, у нас здесь наоборот. Почему американцы стали пить кофе? Ну, на зло британцев. Вот, и у нас как раз седьмой вопрос. Что помогло кофе завоевать США? То, что британцы попытались поднять налог на чай. И поэтому американцы переключились на употребление кофе. Соответственно, правильный вопрос, да, это будет семь. Вот на него ответ. И смотрим следующий текст. Итальянцы пьют эспрессо с сахаром. Германцы, швейцарцы добавляют горячий шоколад. Мексиканцы корицу, бельгийцы с шоколадом. Кто-то там добавляет кардамон. Египтяне любят крепкий кофе и так далее. То есть, могут добавить молоко или крем. То есть, здесь описываются разные виды кофе. Давайте посмотрим, какие у нас вопросы. Да, могут требовать ответа про разные типы кофе. Ну, вот у нас есть вопрос пятый. Какие ингредиенты используются в кофе-рецептах? И как вы ответите? Шоколад, корица, специи, кардамон и так далее. То есть, вот у вас конкретный ответ. Молоко или крем. Здесь мы не просто что-то как-то соединяем. Мне кажется, здесь правят. А мы конкретно ищем ответ на вопрос. Выделяем его, чтобы готовы ответить на этот вопрос. И только после этого выбираем. Задание на чтение номер два выглядит вот так. Состоит оно из большого текста, достаточно объемного. И к нему у нас получается... К нему будет семь вопросов. Но не вопросов, а таких вот высказываний, утверждений. И вам нужно сказать, это утверждение верное. То есть, в тексте сказано точно такая же информация. Другим языком, конечно, перефразировано. Неверное. В тексте сказано противоположное. Совершенно другая информация. Или не сказано. То есть, вообще в тексте про это ничего нет. Мы даже не можем догадаться. Опять-таки, все. Не будем смотреть. Давайте посмотрим на отрывок. То есть, Брайсон был другом дяди Уильяма. Но если мы здесь прочитаем отрывок, то у нас здесь просто Брайсон, какой-то мужчина, которого сказал главный герой. Но про то, был он там знаком с его дядей или нет, об этом ничего нет, не сказано. Я не могу ничего подчеркнуть. Дальше. Дядя Уильяма оставил все свои деньги слугам. Неправда. Потому что вот здесь вот есть информация, которая противоречит. Уильям сказал Брайсону, что его дядя оставил много денег благотворительности, а его слуги получили только по 10 долларов каждый. То есть, в тексте есть информация, которая прямо противоречит. Вот этому утверждению. То есть, таким образом, вам нужно читать отрывок текста. Все вот эти вопросы идут, вернее, утверждения, они идут один за одним. Но не обязательно один параграф, один вопрос. Вернее, один абзац, один вопрос. Они могут в одном абзаце целых два утверждения быть. Но самое главное, они идут друг за другом. То есть, если вы утверждения не видите, а уже следующее пошло, значит, это, скорее всего, not stated. Читаем внимательный текст и прямо в тексте подчеркиваем слова, которые помогают ответить на этот вопрос. Вот как здесь, да. То есть, он отставил деньги? Нет. Он оставил только по 10 долларов, остальное на благотворительность. Следующее задание – это как раз задание по грамматике. Здесь вот нужны знания времен. Что у нас еще проверяют? У нас проверяют порядковые числительные. Перевод их из количественных one переходит first. Дальше у нас проверяют множественное число существительных, какие-то нюансы. Но вот здесь вот мы знаем, что в слове baby y переходит в i с точкой, добавляется и s. Ну и с глаголами разной формы. Я сейчас подробно останавливаться не буду, потому что это материал для целого видео. Я думаю, что попозже я это видео запишу, просто чтобы вы ознакомились. И здесь будет 9 опций, 9 вариантов ответа, соответственно, 9 баллов максимум. После задания на грамматику идет задание на словообразование. Вы его не спутаете, потому что здесь получается всего лишь 6 вопросов и, соответственно, 6 баллов за этот раздел. Что от нас требуется? Нам дается слово, и нам нужно изменить его часть речи. Например, вот здесь слово imagine. Это глагол, verb. Его надо перевести a reach, существительное. Ну, мы помним imagine, imagination. Здесь существительное, да, wonder. И нам нужно его перевести в какую часть речи? Прилагательную, да, wonderful creatures. Некоторые слова хорошо знакомы, некоторые слова не очень хорошо знакомы. Но все это можно отработать. И тоже есть определенный алгоритм, в котором это задание делается. Об этом тоже в отдельном видео. Следующее задание – это задание на написание имейла. Оно достаточно дорогое. Оно стоит 10 баллов. Здесь нужно постараться. Что от вас требуется? Ответить на письмо друга, используя 100-120 слов. Самое главное для выполнения этого задания нам нужно знать шаблоны, которым нужно следовать. То есть, какие фразы используют для приветствия. Что должно быть в конце письма. Об этом тоже в отдельном видео. Сейчас скажу просто, что вот это задание вам на его выполнение дается примерно 30 минут, что вполне достаточно. После письменной части идет устная часть. То есть, она может быть в отдельный день, либо в тот же день. Устная часть состоит из трех заданий. Первое задание – это задание на чтение отрывков слух. И здесь у нас проверяют то, как мы правильно произносим слова, интонация, с которой мы читаем и так далее. Здесь максимальный балл за это задание – 2 балла. Вам дается на подготовку полторы минуты. Вы обязательно про себя или супертихим шепотом, чтобы никому не мешать, прочитываете этот текст слух. В тексте обычно содержатся числительные, года, различные термины, вот там 20 век и так далее. То есть, здесь тоже свои нюансы есть. Все это нужно правильно почитать и уложиться в 2 минуты. Если все хорошо, вам дается 2 балла. Если есть ошибки, баллы снижаются. Если слишком много ошибок, можно уйти в ноль. Следующее задание – это задание интервью. Здесь уже высокий уровень сложности. Почему? Потому что мы не видим вопросы, а мы их слышим. Но вопросы, в принципе, не такие сложные. У нас получается, что 6 вопросов, и каждый вопрос оценивается по отдельности. Всего можно получить 6 баллов. Вопросы из разряда. Какое у тебя хобби? Сколько уроков у тебя там каждый день в школе? Какой твой любимый предмет? Ну, есть и более сложные. Почему там люди не любят шоппинг многие? Или как помочь человеку, который хочет начать заниматься спортом? Вернее, какой совет вы дадите человеку, который хочет начать заниматься спортом? Я думаю, что подробнее про эти задания также поговорим в отдельном видео. Сейчас я хочу, чтобы у вас просто сложилось общее впечатление. Ну и последнее. После чтения текста вслух, после ответа на вопросы интервью, «Нас ждет монолог». Вот это самое дорогое задание. Оно стоит 7 баллов, и оно представляет собой логическую речь, которая должна длиться не больше, чем 2 минуты, содержать 10-12 предложений по предложенному плану. То есть у вас план состоит из 4 пунктов. Вам нужно приветствие, потом тему обозначить. Вернее, не приветствие, а вводную фразу, потом обозначить тему. Каждый этот пункт раскрыть, получается, где-то в трех предложениях. И также заключение. Его оценивают по содержанию, по ошибкам, по организации текста. Об этом тоже в отдельном видео, просто чтобы вы в целом представляли. Вот и все, что касается содержательной части ОГЭ. Сейчас я расскажу про то, где брать материалы для подготовки к этому экзамену. Если вы не хотите готовиться самостоятельно, а хотите готовиться с профессионалом, то приглашаю вас на свои курсы для подготовки к ОГЭ по-английскому, которые называются ОГЭ Кикстарт. В основе этого курса более чем 10-летний опыт работы и достойный результат. Например, в прошлом году средний балл моих учеников за ОГЭ был 66,7 из 68. То есть у всех была твердая пятерка, а у большинства высшие баллы 68, 67, 66. Существует несколько форматов работы. Это группа, пара или индивидуальна. Особое внимание уделяется отработке письменной и устных частей. Также в курсе предусмотрено домашнее задание на интерактивной платформе и отчет о прогрессе, успеваемости для родителей. Так что жду вас на своих курсах. Они помогают не только подготовиться к ОГЭ, но и прокачать уровень языка в целом, даже если вы потом не планируете сдавать ЕГЭ. Ну, а если уж ЕГЭ будете сдавать, тогда сам Бог велел. Все, что нужно для удачной сдачи, будет в этом курсе. А теперь про то, откуда брать задания для тренировки экзаменом. На самом экзамене все задания, которые вам могут попасться, они берутся из открытого банка заданий ОГЭ. То есть они уже готовы, и они в открытом доступе, и каждый может их прорешать заранее. Вариантов много, но не бесконечное количество. Например, вот вариантов на аудирование пока 20 штук. Но они их добавляют периодически, поэтому, возможно, к экзамену что-то изменится. Вариантов на чтение порядка 26. Вариантов на чтение вслух, например, около 40. А писем и заданий на грамматику достаточно много, больше 100 вариантов. Но, тем не менее, есть шанс их прорешать. Где мы ищем этот банк открытый? Сайт ФИПИ ОГЭ. Вот здесь, в самом низу, открытый банк заданий. Еще раз нажимаем кнопку, открытый банк заданий, и выбираем предмет, английский язык. Вот так они примерно выглядят. 175 страниц. Здесь тексты, которые встречаются. И вы можете выбрать ответы и, допустим, проверить неверно. То есть, ну, они неверно, даже если один неправильно, остальные все правильно. То есть, вам нужно будет несколько раз прорешать. Если сайт ФИПИ не грузится, такое иногда бывает, тогда вы можете воспользоваться сайтом English is Easy. Выглядит он вот так вот. Здесь тоже есть задания по ОГЭ. Иногда они совпадают с заданием из открытого банка. Иногда там что-то дополнительное встречается. Вот и все, что касается экзамена ОГЭ. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие видео. Буду рада вас видеть. Goodbye. Субтитры сделал DimaTorzok